И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 23 марта и традиционный вечерний обзор, что происходит на фронтах, кто куда продвинулся, ну и соответственно, чего можно ожидать. Традиционно мы не будем начинать с Южного фронта. На Южном фронте ничего интересного сегодня не происходило. А вот то, что происходит сегодня в районе Мариуполя, в районе Горловки и в районе Курахова, а также в районе Изюма, именно об этом мы с вами сегодня не поговорим. Начнем с Мариуполя. Хочу сразу выразить благодарность Семену Пегову, который наконец-то собрал воедино сегодня с утра все данные по поводу того, куда продвинулись войска ДНР и российские вооруженные силы. И картина получилась следующая. В целом город, Южная его часть во многом зачищена, Западная зачищена, Северная полностью зачищена и Восточная во многом часть зачищена. То есть территория, которая сегодня является под контроль, вернее на сегодняшнее утро, подчеркиваю, на сегодняшнее утро была под контроль на ВСУ, она уже скукожилась примерно до 30 плюс-минус процентов от площади всего города. То есть АЗОВ и остальные части ВСУ взмедленно сжимают в сторону АЗОВ-стали, которая уже здорово перепахала российская авиация и российская артиллерия, и постепенно все идет к логическому концу. День-два, не знаю сколько еще будет там организовано сопротивление, но, как говорится, это уже агония. Причем в любом случае через день-два значительную часть сил с этого направления можно будет снимать и отправлять на север, для того, чтобы дальше уничтожать группировку вооруженных сил Украины в районе Донецка и Авдеевки, где сегодня Донецкая народная милиция достигла тоже в течение дня значительных успехов. Сегодня утром было сообщение о полной зачистке Верхнеторецкого, и за сегодняшний день войска прошли еще дальше на несколько километров, они же завязали бои за Новобахмутовку, Новоселовку-Вторую и Каменку. То есть по географии видно, что идет охват Авдеевки с востока, с северо-востока и далее с севера, а еще войска ДНР ведут бои за поселок Пески. Еще одна группировка ДНР концентрируется в районе Маренки, для того, чтобы продолжить наступление далее в район Курахова и Красногоровки. По поводу куда продвилась российская группировка на юге Курахова, пока новых населенных пунктов не обозначено, но думаю, что они утром появятся, потому что здесь тоже были интенсивные бои и продвижение российских войск здесь также было отмечено. Это что касается Авдеевско-Донецко-Горловского направления, но не менее интересные события происходили вчера вечером и сегодня днем в районе Южней Изюма. Как я сказал в предыдущем обзоре, вооруженные силы Украины предприняли контратаку по направлению к Изюму, собрав довольно значительные силы, примерно до двух мотопехотных батальонов, усиленных ротой танков. И они предприняли вечером отчаянную атаку сбить российские позиции в районе Каменки и таким образом деблокировать оставшийся пару рот вооруженных сил Украины, которые удерживают некоторые кварталы на юге Изюма. Но российские вооруженные силы ожидали эту атаку, была поднята авиация, нанесла очень точный удар и атака была отбита. А сегодня утром и целый день уже вооруженные силы Украины отражали контратаку со стороны российских войск, которые теснили вот эту ударную группировку вооруженных сил Украины все далее и далее на юг. Пока это теснение идет довольно медленно, но в целом можно уже констатировать, вот то контрнаступление, которое вооруженные силы Украины готовили тщательно на протяжении, наверное, целой недели, оно захлебнулось. Более того, российские вооруженные силы, разбив группировку противника, начали постепенно продвигаться на юг. И с учетом введения в бой все новых и новых сил, по мере расширения плацдарма на юге Северского Донца, это наступление должно ускоряться. Ну и как я сказал в предыдущих материалах, когда вот эти заслоны в СУ Южнее Изюма будут разбиты, Краматорско-Славянская группировка противника, как и оставшаяся северная часть Донбасского фронта, будет уже находиться в оперативном окружении. Вот это то, что я могу сказать на сейчас, примерно на 21.00 по Москве, 23 марта, следующий обзор будет уже завтра. На этом пока все и до свидания.